МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В отличие от прошлых лет, повышение цен наблюдается не на городских рынках и в точках несанкционированной торговли, а в магазинах федеральных и региональных торговых сетей. К примеру, капуста в среднем федеральных сетях выросла с 25 до 39 рублей. Весь борщевой набор, перец, томаты и огурцы также являются, собственно говоря, у нас драйверами этого роста в магазины локальных и магазины федеральных сетей. Собственно говоря, мы по Минпромторгу мониторим сети пятерочки, покупочки и магнита, поэтому, собственно говоря, в ваших сетях вот эти моменты, собственно, были отмечены. Представители крупнейших торговых сетей города заявили, что стали больше сотрудничать с местными поставщиками, при этом свои торговые наценки пока не поднимают. По локальному поставщику, это тольяттический локальный поставщик, основной поставщик грязных овощей, с которым мы работаем на протяжении уже четырех лет. Еженедельное повышение, причем на приличный процент, 10-15%. Не всегда поставщик – это сельхозпроизводитель. Есть и посредники, которые тоже накручивают цены. Министр экономразвития предложил, чтобы роль посредника между хозяйствами и торговыми сетями взяла на себя одна из подведомственных структур министерства. С тем, чтобы мы гарантированно могли работать с хозяйствами, мы гарантированно могли покупать не урожай, с одной стороны, а с другой стороны, чтобы у торговых сетей был гарантирован поставщик, который обеспечит качество, ритмичность и нормальную, контролируемую, с точки зрения региона, ценовую политику. В регионе уже разработан план по социально-экономическому развитию. Он содержит меры по поддержке экономики. Городские власти также ищут варианты стабилизации цен на продукты первой необходимости. И в самую первую очередь на хлеб. По поручению мэра города Олега Фурсова, служащие департамента потребрынка и производители оперативно провели совещание, где разработали план действий, чтобы главный продукт оставался для всех самарцев доступным, а хлебопёки не работали себе в убыток. Но не хлебом единым жив человек, особенно если этот человек – женщина. Кризис кризисом, а красота требует жертв, причем в денежном эквиваленте. Коллекции одежды весна-лета в магазинах не могут порадовать модниц ни ценами, ни разнообразием. Вслед за долларом и евро выросла стоимость нарядов, поставляемых из-за рубежа. Да и российские производители шьют одежду из заграничного сырья. Ассортимент, напротив, сокращается. Закупать большие партии магазина уже не по карману, да и невыгодно. Спрос уменьшается. Все магазины, даже среднего сегмента, будут переходить на более дешевые материалы, из которых это сделано, как раз с целью удержать порядок цен. То есть, чтобы оставить платье таким же по стоимости, магазину придется сделать его из более дешевого сырья. Чтобы оставаться стильной и модной, но не умереть при этом с голоду, специалисты советуют уже сейчас, пока еще действуют распродажные цены, купить зимнюю обувь и одежду, приобрести качественные базовые вещи. В следующем осенне-зимнем сезоне за то же самое придется выложить в два, а то и в три раза больше. Если у вас есть хорошие сапоги или качественные пальто, вы можете обойтись хорошим шарфиком. И все равно быть свежей, модной и красивой. В период, когда вот этот штормит заказы, валюты и ассортимент, можно пережить, будучи очень симпатичной, красивой и стильной. Если правильно, сделать сейчас покупки и сделать инвестиции в свой гардероб.